Начало 90-х стало золотым временем для дэдметала. Жанр стремительно развивался, стагнировал, находил новые пути и рефлексировал относительно собственного происхождения и дальнейшего роста. Пуристы, консерваторы, инноваторы, новаторы дэдметал буквально бил ключом. Быть может такая внутрижанровая конкуренция была обусловлена и внешним давлением со стороны как мейнстримовых трендов, гранж и альтернатива, так и андеграундных. Норвежская волна блэкметала собиралась показать, как звучит экстремальная музыка на самом деле. Плюс не стоит забывать, что жанр был еще нов и было большое пояс для всевозможных творческих экспериментов, при наличии естественно открытого ума и отсутствия зашоренности. Успешная же музыкальная карьера в дэдметале, как и в любом другом музыкальном жанре, зависела как от кропотливой работы инструменталистов сонграйсинга и подачи, так и от промоушена и умения оказаться в нужное время и в нужном месте. Фактор времени никогда нельзя сбрасывать со счетов. Кто не успел выстрелить в золотой дэдметал от 1991, в 1992 уже вынужден был довольствоваться ролью аутсайдера, вне зависимости от качества своих музыкальных работ. Чемикал Бриф, о которых сегодня пойдет речь, оказались, к сожалению, не в том месте и не в том времени, чтобы их творчество сумело произвести впечатление на современников. Но давайте по порядку. Горректив Чемикал Бриф был основан в 1990 году в Бельгии, став одной из первых экстремальных групп в стране. Своё первое демо Brutal Violation музыканты записали в 1990-м, через год последовало второе Beyond Reality. Обе записи принесли группе определенную репутацию в андеграунде. Их довольно сложный дэдметал был высоко оценен как поклонниками тяжелой музыки, так и лейблами. И неудивительно, что группа заключила контракт с Crypto Records на запись сразу двух альбомов, после чего Чемикал Бриф отправились писать дебютную пластинку в Дельта Студия в Германии. Открывает пластинку композиция The Advantage of Disbelief, вызывающая сразу культурный шок. Начало непрерывный для техней Ambient for Death Metal. На протяжении полутора минут задает какое-то космическое настроение, а затем в дело вступает ритм-секция, а следом и весь локомотив экстрима. Гитары техничной партии полны брутальной изящности, отсылающей нас к Death и Pestelence, и даже Creator. Соло яркое и импульсивное. Неожиданным элементом становится вкрапление женского вокала. Пусть даже оно было мимолетным. Арахнит. Здесь Чемикал Бриф позволяет себе позаигрывать с элементами Doom Metal, осторожно заходя на территорию Death Doom. Но скоростное неистовство берет свое и обрушивается на слушателя торнадом от личного рефорка и мелодических решений. Several Hours to Judgment. Звучит более ортодоксально, напоминая о ранних днях коллектива Dead эпохи Scream Bloody Gore. Сыро, зло и аскетично. Chamber of Lost. Еще одно достойное подражание творческому наследию Чака Шульдинера. Но здесь Чемикал Бриф смотрели уже в недалекое прошлое, явно ориентируя своих сонграйдерских и аранжировочных моментах на пластинку Human. Разве что предпочли более скоростное исполнение, а вот ритм-секция, правда, несколько сбивает с толку. Дени Фиа начинается как отличный кроссовер Dead с трэшем. Ярость и зло снесутся рука об руку, чтобы в итоге обернуться болезненной психоделией экстремальной музыки. Erased from Existence. Более прогрессивное музыкальное полотно с очевидным влиянием Pestilence. Чемикал Бриф позволяет себе позаигрывать с музыкальными изысками, в последний момент правда словно спохватываясь и возвращаясь к блинной агрессии. Впервые композиция засветилась еще на демках коллектива. Lost Stripes. Одна из самых мелодичных композиций на пластинке. Отличная динамика, напор, агрессия и сумасшествие. Чемикал Бриф достигает своего пика в этой полной ярости и металла Dead металлической панихии. Hideous Perspectives. Непредсказуемая техничность и демонстрация прогрессивной стороны группы. Чемикал Бриф неспешно рисует перед слушателями экзистенциальную драму, развертывающуюся одновременно в нескольких измерениях. Amucilation. Доровый боевик, перекочевавший сюда из демки группы. Пластинка Чемикал Бриф Фатал Экспо Шо представляет собой баланс между простотой и сложностью. Музыка одновременно и достаточно сложна, чтобы быть интересной, нетривиальной, но при этом обладает и отличной динамикой и ритмом, чтобы удержать потенциального слушателя. Сонграйтинг последовательный. Что в Dead Metal бывает довольно нечасто. Парадакшн пластинки хороший, на удивление. Та же теряешься из-за отсутствия привычной лоу-файной тяжести тех дней. Инструменталы звучат мощно, бас читаем, рефорк надежен, вокал Аллена черноуха едок и не совсем привычен для канонов жанра тех дней. Соло-партии Аллена Шерму и Рене Рокса явно созданы под сильным влиянием гитариста Джеймса Мёрфи, известного по работе с Dead, Abituary и Testament. А само творчество пропитано влиянием Dead, Epoch, Spiritual Healing и Human. Но в отличие от Чака Шурдинера и компании, Чемикл Бриф не играет с таким бескомпромиссным напором и беспощадностью, предпочитая полагаться на унаследованную от трэша умеренность. Чемикл Бриф появились на сцене слишком поздно, чтобы оказать на неё хоть какое-то существенное влияние. В своём творчестве музыканты просто собрали воедино элементы всех своих любимых Dead Metal групп, сумев при этом правда обрести своё индивидуальное звучание. И пусть они не принесли ничего особенно нового или инновационного в Dead Metal, тем не менее Чемикл Бриф проделали хорошую работу, достойную уважения. Fatal Expo Shua – солидный Dead Metal альбом, который отлично состарился и представляет собой забытую классику европейского андеграунда. Такие дела. Друзья, поддерживайте контент «Чеканная монета», если вам нравится то, что на нём происходит, и вы хотели бы его дальнейшего развития. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Удачи!